Снежинка Снежинка Это соревнования, для которых проводят сейчас. Они у нас осенью занимали призовые места на первенстве Санкт-Петербурга. И мы надеемся, что и на этом первенстве Снежинка 2016 они тоже будут занимать призовые места. В состязаниях принимают участие спортсменки от 5 лет и старше. При этом для самых юных гимнастов учрежден специальный приз – мисс Снежинка. На этих соревнованиях присутствует главный специалист по спортивной гимнастике Наталья Игнатьевна. И, конечно, она видит всех участниц санкт-петербургских. Ну и в то же время мы видим гимнасток других городов России. Есть чему-то поучиться и посмотреть свой уровень. И для гимнасток, которые приехали к нам, они попадают, ну, я думаю, что хорошо организованные соревнования, где они получают очень красивые, хорошие кубки и медали. Судят соревнования выдающиеся тренеры и спортсмены. Среди них заслуженные тренеры России – Гавриченко Виктор Николаевич, Ятченко Тамара Николаевна, Каврижник Наталья Николаевна, Семенова Маргарита Константиновна, а также призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионы универсиады – Елена Замолодчикова, Татьяна Набиева, Екатерина Крамаренко, Елена Шевченко, Евгения Кузнецова. Борьба среди гимнасток ведется, как всегда, красиво и непринужденно. За ослепительными улыбками скрывается волнение. Спортсменки соревнуются в многоборье, включающем в себя опорный прыжок, упражнения на брусьях, на бревне и вольные упражнения. Соревнования – это праздник. Они тренируются ежедневно, они готовят свои программы. Программы растут в меру поступления. Они выучив одну программу, они осваивают вторую, третью, четвертую программу. Поэтому все выступают с хорошей подготовкой, потому что к соревнованиям тренер выводит детей, те, которые готовы выполнить программу. Для них это, в общем-то, я считаю, радостно, празднично. И они, придя в гимнастику в 5 лет, и когда они выступают в 10-летнем возрасте, конечно, они уже понимают, что это интересно. Это надо показать свою программу, не упасть. И, в общем-то, возможно получить медаль и кубок. Основная задача соревнований – повышение уровня спортивного мастерства юных гимнасток, обмен опытом работы тренеров, выполнение и последующие присвоения спортивных разрядов и выявление кандидатов в состав спортных команд. Каждый старт он по-своему учит деток. И мы не готовились, они к этому всегда идут. Так что я думаю, что ничего страшного нету. Выходят, делают свою программу. Результаты, показанные юными гимнастками ГК «Стешор Комета», порадовали тренеров-преподавателей, родителей, болельщиков и администрацию школы. По программе 2-го юношеского разряда отличилась Федулова Анжелика, заняв 3-е место. По программе 1-го юношеского разряда – Бондарева Марина, занявшая 2-е место. По программе 3-го спортивного разряда – в обязательной программе 3-е место у Князевой Василисы. По программе 2-го спортивного разряда – Дармакович Таисия заняла 3-е место. По программе 2-го спортивного разряда среди девочек 2006 года рождения весь пьедестал заняли воспитанницы «Кометы». Первое место Добролюбова Полина, второе – Калинина Христина, третье место – Селиверстова Светлана. По программе первого спортивного разряда третье место у Клыковой Анны. 20 февраля прошли финалы в отдельных видах многоборья. Воспитанницы отделения спортивной гимнастики выступали почти во всех финалах и показали достойные результаты. По программе первого спортивного разряда в финальных упражнениях на опорном прыжке второе место у Клыковой Анны. По программе второго спортивного разряда в финальных упражнениях на опорном прыжке первое место заняла Калинина Христина, второе место – Добролюбова Полина. В упражнениях на брусье победителем стала Калинина Христина. В упражнениях на бремне первое место у Степновой Анны, третье – у Добролюбовой Полины. В вольных упражнениях первое место заняла Калинина Христина, третье место – Селиверстова Светлана. По программе второго спортивного разряда в финале вольных упражнений третье место заняла Дармакович Таисия. По программе третьего спортивного разряда в финале вольных упражнениях третье место заняла Князева Василиса. По программе первого юношеского разряда в финальных упражнениях на опорном прыжке первое место у Синченковой Елены, второе место у Мухиной Елизаветы. В упражнениях на брусик серебряной призеркой стала Синченкова Елена, третье место Селиверстова Яна. В упражнениях на бревне второе место у Селиверстовой Яны, третье место у Савельевой Яны. В финальных соревнованиях на больных упражнениях первое место заняла Синченкова Елена. Впереди у юных гимнасток еще много соревнований, побед и триумпов. Но это будет только в том случае, если к каждой тренировке они будут относиться ответственно и добросовестно. А высококвалифицированные тренеры-преподаватели отделения спортивной гимнастики ГК «Сдюшор Комета» обязательно помогут юным спортсменкам подняться по ступеням Олимпийского пьедестала.